В шапе какое-то общее завести, чтобы быстро, чтобы один раз и все. Сейчас совсем, у кого есть телефоны, я в одну беседу. Не знаю, кто послал. Я просто не знаю. Не знаю. Мне рассказать. Ну, давайте тогда начнем. У нас здесь собрала экстренная ситуация, связанная с планами застройки. Но сейчас, в первую очередь, под угрозой вот этот сквер, потому что он будет огорожен частично. Вот здесь вот везде все будет огорожено. Прямо по периметру собачьей площадки, вот с той стороны, и с той. Дальнейшая судьба этого сквера неизвестна. Что с ним будет делать застройщик. Вроде он обещает, что не будет нарубить деревья, но этим обещаниям верить очень сложно. Вот. Поэтому мы сегодня выражаем тревогу в связи с этим. Привлекаем внимание к ситуации. И я просил вот Екатерину организовать сбор подписей. Да, кто не знает, я Митрохин Сергей Сергеевич, депутат Мосгордумы. Вот. Я попросил собрать подписи под обращением с целью придать этому скверу статус объекта природного комплекса. Этот статус, по крайней мере, защищает от порубки этот сквер. И обеспечивает публичный доступ к данному скверу. То есть, не позволяет его полностью огородить и не допустить, так сказать, туда людей. Не допускать. Ну, вот это такая задача, вот такая практическая наша в сегодняшней встрече. Плюс обсуждить, мы обсудить хотели дальнейшие шаги, дальнейшие действия. Я уже направил в прокуратуру обращение по поводу всей этой истории самой, значит, с этой застройкой. В ней очень много сомнительных моментов. Я по этому поводу уже обратился в прокуратуру. Ну, и дальнейшие шаги какие-то, которые мы еще можем вместе предпринять, вот предлагаю обсудить сегодня. Наверное, Катерина, скажите, да? Расскажите, что здесь хотят построить изначально, да? Значит, здесь собираются построить апарт-отель. Про это мы уже собирались. Значит, что это такое? Это замаскированный жилой комплекс, замаскированный под гостиницей. Это сделано специально, чтобы он вписался в ГПЗУ участка, потому что здесь невозможно строить новое жиле, здесь возможно строить только гостиницы. Какая высотность? Высотность официально 5 этажей вверх. И то 4, то 3, то уже 6. И то 3, то уже 4 этажа вниз. То есть они постоянно его меняют на ходу. Проект нам не показывают. Реально никто не знает, что здесь собираются строить. Никто не знает ни высоту, ни глубину, ни габариты этого здания. Совершенно неожиданно оказалось, что сквер, за которым ухаживали много лет все жители района, в том числе наши уважаемые ветераны и просто пенсионеры. Я, например, знаю людей, которые просто привозили свои собственные растения и здесь их сажали. Этот сквер, оказывается, уже много лет, как не наш. В 2016 году проходили общегородские общественные обсуждения, на которых он был размежеван так, что вот кто заходил из Пушкарева переулка, видели там такие отметки на трипке. Это границы забора. Он дойдет вот сюда до входа на детскую площадку. Если бы, уважаемые собачники, не оформились свою площадку тут, то у нас, скорее всего, было бы отрезано прям вот так вот напрямую. Но с ними пришлось считаться, потому что они успели официально застолбиться. Поэтому у нас вот такой вот хвост, таким вот аппендиксом сюда растет. Значит, я спрашивала начальника стройки, что с деревьями. У меня есть его телефон, кто захочет, наверное, можно пообщаться. Он здесь часто бывает. Дмитрий Клименко его зовут. Значит, дальний ряд деревьев идет под вырубку весь. Я на него видела резолюцию, уже не помню из которого ведомство, то ли из московой архитектуры, то ли откуда-то отписку. То есть самые высокие деревья, которые защищают нас от пыли и от шума, в котором гнездятся птицы, на них уже подписана порубка. Липы молодые. А вот эти, да, вот эти вот липы, официально на них нет документов на порубку. Но начальник стройки честно сказал, что, ребята, здесь не будет расти ничего, и мы потом будем делать озеленение с нуля. Потому что здесь он собирается расположить проживание рабочих. Здесь будут бытовки и сортиры вот здесь вот. То есть площадки здесь... Представляете, здесь дети качаются на качелях и играют, а тут ходят, пардон, направляться несколько десятков мужиков, и так 4 года. Естественно, площадка уже будет не детской площадкой, а просто проходной до ближайшей помойки. Это, кстати, наверняка нарушает какие-нибудь санитарные нормы. Рядом с площадкой туалеты наверняка нельзя ставить. Я, к сожалению, в этом не сильно. Театр опять же, ты говоришь. Ну да, да, нет, и красота, и покой, и санитария, тут все прекрасно. И нам гулять с собачниками когда-нибудь идут. Значит, много лет жители ухаживали за этим местом. Оказалось, что, да, даже в 17-м году управа проводила субботник, на который собралось много семей, и коллективно украшали сквер-растениями. Оказалось, что в 16-м году управа провела по просьбе Москомархитектуры общественные слушания. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знал о том, что обсуждалась межопка вот этого с жителями? Об этом должны были предупредить обнимым жителям. Да, очень важный вопрос. Давайте на нем еще раз зафиксируем. Вот кто участвовал в публичных, или, по крайней мере, знал о том, что они могут проходить публичное слушание, по вопросу межевания на территории этого суббира. Имейте руку. Никто не знал. Это очень важно. Нам это неизвестно. Это обращение в прокуратуру надо готовить по этому вопросу. С заведомым обманом населения. Абсолютно очевидно, что оповещение о слушаниях было намеренно просаботировано. Я спрашиваю замначальника Мещанского права, у меня есть об этом запись на диктофон. Кто же проводил обсуждение? Он говорит, они были, и о них было оповещение. Я говорю, простите, а где? Он говорит, ну, у нас на сайте висело. Я могу ошибаться, но, по-моему, на сайте вывешиваются, могут вывеситься за 7 дней до слушания объявлений. Это означает, по-моему, минимум 7, но может быть 10. 10, по-моему, 10 дней. Хорошо, 10. То есть, представляете, это называется общественным оповещением. Каждый из нас должен мониторить сайты, управы, Москомархитектуру и так далее. Каждые 10 дней. Если вы пропустили и не успели, вам под окнами могут грохать многоэтажку или через двор проложить шоссе и скажут, ну, ребята, мы же оповещали, а вы не пришли. Мы же честно оповещали. То есть, это в кабинете они друг с другом это дело порешали. Мы им явно лишние. То есть, явно было организовано так, чтобы лишние люди, то есть, жители туда не были допущены. Произошло в декабре 2016 года. Это, чтобы было удобнее. Наверняка, это не единственная пульсификация, потому что их собрали в общегородские слушания, и там были вот по всем районам. То есть, наверняка, это не единственный случай вот такой межотки. Значит, сейчас, по нашему замечательному скверу, вот в 2016 году у нас оттяпали кусок. Мы с 2016 года, сколько, 5 лет за ним продолжают ухаживать и сажать на нем растения. Вот видите, бетонные плиты, да? Вот они вот так вот здесь будут проложены, прям по обработанной земле. Вот здесь вот, и вот этот прекрасный забор вот так вот будет стоять вот здесь вот у нас под носом. Я уже это говорила в начале, что по словам начальника стройки Дмитрия Клименко, здесь будут располагаться рабочие, для них будут бытовки и туалеты. Другая Россия, привет, спасибо, ребят. Собственно, очевидно, что просаботирован очень важный момент слушания, а именно оповещение. Очевидно, намеренно и размежевано, очевидно, в пользу коммерческого застройщика. Потому что нету оснований межевать вот с таким вот хвостом. Значит, я спрашивала у кадастровых инженеров, чтобы размежевать вот с такой вот сосулькой, для этого здесь должна быть, конечно, естественная преграда. Стена дома, ров, ну, что угодно. То есть они просто так размежевали, вот, просто для себя. Скорее всего, это сделано для того, чтобы потом, так скажем, спрямить вот здесь вот все. Вот, ну, естественно, все, значит, все пойдет либо под вырубку, либо просто в процессе стройки не сохранится. И в проекте угловстроя записано озеленение с нуля. То есть они будут делать здесь какой-то ландшафтный дизайн, а это все им не нужно. Старые, самые ценные деревья, которые сами надут, столетние, я считаю, их тоже надо вносить, как наследие, да. Вред какой-то защиты, да. Конечно, это тоже памятник природный, да. Их надо сохранять. В общем, это будет... Наши действия какие? Значит, наши действия, еще раз. Первое, вот сейчас мы производим такое действие. Мы подписываем обращение по поводу присвоения скверу статуса объекта природного комплекса. Этот статус защищает его от застройки. Вот, вот, тесные листы там гуляют. Вот, кто подошел... Он вообще-то на стритинге, вообще-то один. Да, это мы знаем. Да, это очень чужина. Еще у нас действие. Мы, завтра я договорился с главным археологом города Москвы, Кондрашовым, что мы будем, мы к нему подойдем, вот с Екатериной, и обсудим ситуацию с подземельями этого бывшего здания грибы и ягоды. Вот, поскольку по закону должны проводиться археологические исследования на таких территориях, где находились вот такие старые здания. Если начнутся археологические работы, это, конечно, затормозит саму застройку, безусловно. Но мы будем завтра этого добиваться. Скажите вопросы, можно? Пожалуйста, давайте. Я бы хотела все-таки вот понять, да, коли мы тут, ну, этой темой занимаемся, кто застройщик, кто оплачивает застройку Дерипаска, его... АО «Главстрой» она называется. Как организация называется? АО «Главстрой» называется. АО «Главстрой». У меня перечислены пункты. Водельцев Олега Дерипаска. По нашей теме, то, что вы сейчас говорили, я вот все дома написала, 8 пунктов, это размер строения, этаж здесь, техническое обеспечение. Нам ничего не показывают. Да, как это возможно, вода, газ, электричество. Вообще, как здесь будет все. У нас старинное здание. Мы даже не знаем границы самого здания и где начинается... Односторонние переулки. Вы представляете, что такое будет машина, экскалатор с бетоном, с чем-то. Плохо будет абсолютно все. То есть это сейчас в таком раздолбленном состоянии уже трубная улица. Это малометражки едет. Это, представляете, вгруженая фура на односторонних переулках. Да, да, да. Асфальт. То есть надо обсуждать все полностью. Я немного, соответственно, вклиниюсь. Мы сейчас обсуждаем технологию проведения работ, как это будет происходить. Насколько я помню, в прошлый раз мы собирались... Извините, я не представился. Герман, Большой Сердис, в доме парцеха, немножко странно. Мы собирались, и было вроде как решение направить необходимое заявление, чтобы попытаться заморозить. Значит, у него пока нет ответа. Ответа, понимаю, нет. Потому что, соответственно, тоже достаточно высоким уровнем. Месяц еще не прошел. Это свои бюрократические законы. Сегодня, да, увидев, вот, неожиданно так, очередное собрание, я просто зашел в интернет и вот полистал, а что же, наверное, на самом деле правительство по поводу вот этого объекта говорит. Да. Первое, на самом деле, один из последних документов, ну, все не секретно, скажем, что тема застройки вообще-то длится аж с 1993 года. Вот первое, на самом деле, постановление, которое я нашел в правительстве Москвы, и вот оно есть на правительстве Москвы, все это, говорит, я распечатал, говорит. Вот с 1993 года. То есть, вот это очень долго строилось. Никогда не застрадивалось, ты сам постоянно переносился одно. И последний документ, который я нахожу на правительстве Москвы, это, соответственно, распоряжение правительства Москвы от 12 апреля 2016 года, который гласит. Распоряжение правительства Москвы от 7 сентября 2019 года, там, 23-32 РП, а дальнейшая реализация инвестиционного проекта по адресам улицы Светенко, дом 13-26 Пушкарев, дом 26-34, ну, это соименно. Признать, утратив силу. То есть, первое, на самом деле, в том, что я вот вижу, я документ, на самом деле, готов любезно перестать. То есть, я увидел документ, что все остальные, на самом деле, решения, которые выделяли эту землю, там, инвестору, под застройку гласитского комплекса, они на текущий момент утратили силу. Вот был, да, действительно, инвестиционный договор, там, там, большие гостиницы, вот сейчас это все недействительно. Возникает простой вопрос. Хорошо, предыдущие все решения правительства Москвы, ну, их на самом законности и коррумпированности надо там уточнять, они утратили силы. Возникает вопрос. Хорошо, а новое решение о том, что оно будет, если все предыдущие утратили силы, оно на чем основано? Логично. Логично. Где предыдущие заключения, на основании которых там что только не делаешь. Если бы на 750-летию его то отнимали землю, то опять на самом деле представляли, то к 80-50-летию хотели опять на самом там строить, потом не давали, не давали. То есть было очень много проектной документации, потому что все предыдущие заключения, которые есть, например, я не вижу. Вот на самом-то перечень документов, в которых гласит на самом-то, а тут передвинуть срок, а тут на самом бессрочное, а тут на самом-то, собирались это здание сначала отдать, отдать МВД. Первое самопоставление отдать на самом-то благоустройство МВД. Нет, вот это на самом-то, оно еще было не в плохом состоянии, потом оно было на самом ветхом состоянии, и вот так на самом-то постоянно двигалось, 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 и вот в результате, то есть спустя, ну уже получается, больше 20, это сколько у нас, 93-го, ну 27 лет, прошло вот, спустя 27 лет, наконец-то что-то созрело. Возникает вопрос, первое, что произошло? Во-вторых, на самом-то скажем, ну да, мы будем долго там беседовать, что происходило, с точки зрения. Мы беседуем, а не ставим. Да, 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 мы беседуем, а не ставим, что происходило. Один из документов, который я тоже увидел, это так называемый документ 2007 года по изменению природной, так называемой зоны культурного наследования. Она, соответственно, раньше проходила по строительству, понятно, что правительство немного осознало то, что она приняла решение об инвестиционном строительстве и не оформила ее как зону, она ее все-таки это приняла, и возникает вопрос, то есть там, в этой природоохранной зоне, есть требования, соответственно, застройки. А. Как должно быть выглядеть здание с точки зрения сохранения исторического области? Там вот прямо написано, вот этот документ называется он, постановление от 10 января 2007 года, номер 4ПП. Вот нужно на этом и наставить. То есть, да, там есть, как должно быть выглядеть, сколько процентов должно быть от территории застроено, сколько соответственность застроено, все-все-все, все на самом деле там, да. Вот даже если мы говорим о простом, говорит, что мы находимся правом государстве, ладно, ну надо играть тогда по правилам. А кто-то пришел, а со стороны застройщика мне не обидел. Нет, застройщик он со стороны застройщика. Сюда приехала, думаю, этот самый, с краном машина. Сил за вороте, да. Привезла бетонные блоки, бетонные блоки. Мне Екатерина позвонила, я приехал сразу. Я что, Мосгордума рядом находится, я сразу приехал. Вот. Я тоже видела, как они. Потребовал у них документы. Они сначала мне не хотели давать, но потом им все-таки пришлось дать документы. Значит, у них есть ордер УАТИ на установку заграждения и бытовок. Это значит, что все эти, вот то, что вы сейчас показали, эти решения, они уже пересмотрены. И у них действительно есть разрешение на строительство. У них есть ордер УАТИ, который, если бы там было к чему придраться, я бы им не дал ничего поставить, не сказал бы убирайтесь отсюда. Ну, поскольку документы в полном порядке у них. Ну, то есть, вы немножко неправильно трактуете. Наличие документа на проведение работ не означает, что все предыдущие этапы были выполнены, соответственно, так, как оно должно быть выполнено. Это означает, что определенный человек принял решение, что выдать это разрешение. Чем он руководствовался, какую папку документов, мы не знаем. Поэтому вы правильно абсолютно сказали, что одно из, соответственно, действенных действий, чтобы остановить вот это строительство, является что? Заявление в прокуратуру. Я написал уже заявление в прокуратуру. Да, им на самом деле. По поводу справедливости не проведения работ. Если они раньше не отвечают, они не отвечают. О законности. О законности выдачи. Не проведения работ, да, о законности решения на проведение. Я могу показать отписки, которые мне пришли с мамы на пределах Садового конца, который действовал у нас в районе до 2000 года. Здесь, на картинку увидели, она должна приближать 5000 квадратных метров, а нам заявляют уже 10-200. И это восстановление, это строительный план, никто не отменял. Ну смотрите, предыдущие документы были были выпущены в 2020 году. Ну кто их отменял, если они уже не отменялись? А наши дальнейшие действия, кроме выпадачи документов. Вот хороший вопрос был, на основании чего было выдано. То есть там было несколько предварительных документов, которые увеличили стоимость этого строения. Которые, я еще раз повторюсь, последним распоряжением мэра от 16-го года были все обменены. Новых документов, которые были, инвестиционный договор, владельцы, я не видел в интернете вообще нигде. Если выдали ордер в ОТЕ, значит это все у них есть. Еще раз, мы публичное государство, которое на самом деле одно, если тут есть общественные службы, не еще соответственно. Они просто делали ребрендинг, они назывались Мега-М, тот под кого это было. У меня есть вот этот документ скачанный. Ну и все, их на самом деле все распоряжения под них отменили. Вот они действуют, их переносили, переносили. Поэтому хороший вопрос. Они делали несколько раз ребрендинг, они потом переназывались, а теперь вроде как зашли они же под еще одним ребрендингом или новый? Ну вот то, что я для себя вижу на самом деле, смысл один, что произошло с 16-го года, что так изменилось решение мэра о приостановке всех распоряжений по строительству, и вдруг нам на самом деле неожиданно... Я знаю этот вопрос, я точно вам... А мы можем правда в суд подавать все вместе, коллективная... Нет, я ее в прокуратуру, депутат может подать... Подписываем вот то, что мы подписываем... Не может в суд, не может в суд, скажите... Я написал к прокуратуру обращение с требованием разобраться. Прокуратура мне ответит... Сколько дней? Месяц. Ну вот месяц. А что нам делать пока? Перекрывать дорогу, не давать, не пропускать? Нам нужны меры с обездачением. Вот сегодня мы, например, привезли цветы, мы можем цветы сегодня поставить. Давай, нет, ну может открытое обращение мэру напишем, соответственно. У нас же мэр издавал распоряжение, распоряжение подписано за подпись Собянина. Вот это вот на самском площадку зимнего сада, которая перенесилась... Она была, и которая открывала, между прочим, мэр, он приезжал сюда. Вы знаете, вот она сам там, это дом, мэр приезжал. Пишем сегодня делать обращение к Собянину, я сделаю. Завтра прямо направлю обращение к Собянину. Вообще, а я думаю, что обращения к Собянину мало. На этому, к нему обращение, знаете, они месяц будут лежать, второй, найдут проволочки. Надо обращаться прямо к президенту, потому что это центр Москвы. Если, извините, когда-то Клочков говорил, некуда ступать позади Москва, а у нас даже этого нет, мы в центре Москвы. Понимаете? Все, и значит, надо обращаться прямо туда. Значит, президенту пишите коллективное обращение. Я, как депутат Московской городской думы, обращусь к президенту, это то же самое, что обычный гражданин. Да, значит, я обращусь к Собянину. Ну, к новому и прокуратуру, да, вы как говорите, обращение к Собянину. Да, я обращусь к Собянину. Екатерина, Герман, вы бы могли составить вот письмо. Вы же рядом живете, мы же здесь местные совершенно. Да, да, да. Сейчас мы познакомимся, в какой форме делать это обращение? Ребята, кто приходил к Собянину? Ну, это самое, мы посмотрим. Потом, если позаботать, то есть Собянину. Ситуация по точечной застройке в Москве, она носит не единичный, на самом скажем, характер. Я могу участвовать там во всем. Люди, которые отбивались, мы знаем, на самом деле, отбивались. Ну, не вопрос, я думаю, люди с удовольствием обращениях, как они отбивались. К сожалению, он их не читает. Ну, научите, куда обращаться, чтобы это было немножко побыстрее и поконкретнее. Тут же Рашкин у нас. Сколько недель прошло? Недель две назад, да? Вот сейчас мы собираем под конкретным обращением. А у нас есть представитель Мещанского района? А, ну, нет, не Мещанского, а именно конкретной ситуации. Вот как вы понимаете? Я сейчас прикладываю ваши подписи и обращаюсь в две инстанции. Это Москомархитектура и департамент ДПИО с природопользованием. Если завтра приходит экскалатор, что делать? Я могу дорогу перекрыть машиной. Ну, давайте так, если приходит экскалатор, давайте собираться, но столько народ не соберется. Где, где, когда. Я вот пришел, я был один, вот Екатерина с сыном была. Я приду всегда. Хорошо. Мы его, Екатерина, знаем, мы тут же будем. Я буду будет. Коперируйтесь, чтобы в момент прихода техники. Скажите, на самом деле. А мы ходили чатом не давать. Мы там были, в Ватсапе. Ватсапе просто, если надо, я не могу. У нас какие провации не давать, я не могу. Если много народу придет, остановите экскалатор. Можно остановить. Ну да. Если много, если три человека, ничего не сделают. Если 20 человек пройдет, уже можно остановить. Как всегда, там Руссо у нас, мы знаем. Вот, Летинский холм, кто-то создал группу, ребят. Смотрите, я обратился к прокурору. Это я, это я. Ну все, тогда овляйтесь в группу. Я обратился к прокурору. К Книжевскому, Московскую архитектуру. К Кирмен, у вас есть такой Сидетинский холм? К Кульбачевскому, это, департаменту природопользования. Значит, повод для того, чтобы останавливать здесь работу, есть. Давайте дождемся ответов от этих из ЦАМ. Мне не отвечают, уже сколько посылают. Я вам говорю, что говорить, почему вы против этих, мы с вами против этих работ, и почему мы их хотим остановить. Потому что вот депутат обратился, он ждет ответа. Пока он не получил ответа на вопрос о законности этих работ, пожалуйста, уезжайте отсюда. Нам нужны копии этих депутатских обращений. А можно еще вам? На словах мы будем, вот, что вы объяснили. Да, да, извините, вот вопрос. Вот смотрите, когда строили вот эту школу, когда была... Да, да, извините. Смотрите, все наши действия, которые направлены против этого проекта, они его затормаживают. Чем дольше затянется вот эта стадия, тем больше шансов, что удастся повлиять как-то на проект. Скажите... Вот мы завтра идем к Андрашову, значит, это археология, будем требовать проведения исследований археологических. Значит, будем ждать ответа по природному комплексу. Десятую школу, сейчас она называется Кушкинские лицеи, это было больше 20 лет назад. И там должны были быть бассейны. У меня просто ребенок ходил в эту школу. И бассейны, Москома, Архитектура, там еще какие-то конторы пришли, сказали, категорически нельзя строить, потому что подвижка. И здесь они собираются делать бассейны. Дом с бассейнами? Они могут сказать, что технологии извинились. А это они вам скажут, что у них все экспертизы проведены. Они и говорят, они и говорят, они будут без проблем. Кто нас гарантирует, проводили ли соседних домов экспертизу на предмет того, котлована этой глубины? Я не думаю, что земля улучшилась. Ребята, о котловане, вот архитектор, член Союза московских архитекторов Калиниченко. Вот он что говорит, что фактически строительство этого элитного дома в самом сердце улицы Средника это смертельный приговор близлежащим домам, которые начнут разрушаться уже при роте Котлована. Вообще надо сказать, что этот красиво названный дом с бассейном, дом с цветами, это название этого проекта вообще. Это убийство Средин. Из 1015 квартир, апартаментов. Потому что, я не говорю уже о том, что исторический облик, тут близко его даже никакого нет. Понятно, что это разрушение этого облика, но вместе с тем, это убийство не только вот этого конкретного места и маленького скверика и детской площадки. Это приговор всем близлежащим домам. Потому что на следующий год, видите, только при начале роте Котлована уже эти старые фундаменты, признают все эти дома аварийными, всех выбросят в Новую Москву. Это война всей Срединки. Посмотрите на Трубную площадь, этот монстр, Трубита площадь. Посмотрите вот на этот дом рядом. Они пробирались по переулкам. Сейчас они вышли на Срединку. Все, это значит объявлена война всей Срединки, то есть ее жителям, молодым ли, старым, все, которых не спрашивают, им врут в глаза, что с ними советовались, и все. Так что это война, если мы не будем выходить перед этим бульдозером и становиться, то завтра нас этими бульдозерами выбросят отсюда. Я думаю, возможно, простите, пообщаться с застройщиком, чтобы, скажем так, он пошел на компромисс, и пока именно в качестве компромисса, потому что, ну, жители недовольны, надо же нам какую-то кость бросить, чтобы в качестве компромисса он не огораживал сквер, например. А зачем? Пообщаться с застройщиком. У них до 25-го года везде написано, в 25-м году это закончится. Ну, во-первых, до 25-го года, то есть то, что они строят тут 4 года, это вообще страшно. Как вы сюда строители? Пообщаться с застройщиком можно одним способом. Это стоит работа. Если они сюда приезжают, вот мы все, кто здесь сейчас стоит, приходим, желательно еще кого-то. Мы же этого не знаем, когда они приезжают. Для этого нужно систему оповещения организовать. Вот группу создали. Вот координатор. Мы можем в полицию перебегать и звать полицейских на помощь нам. Мы можем пригласить... Полицейский придет на помощь им только. Для этого надо фиксировать нарушения. Вот я еще раз говорю, в чем сложность ситуации. Сейчас я проверял документы. Я проверял строго только на проведение работ по установке ограждения. Привезли бетонный бой. Они, кстати, их выгрузили. Да, да. Выгрузили. Значит, документы у них есть, к сожалению, на это. Уже и забор часть. Но ордер открыт. Документы есть. Ордер у АТИ у них есть. Граница там обозначена? Значит, значит, из этого следует, что у них есть разрешение на строительство. Нет, это есть там, на портале все есть. Поэтому сейчас... И еще такой момент. Я хотел бы сказать просто... Хорошо. Скажут все равно. Сейчас, 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 одну минуточку. Нет. Хорошо, скажут... Не было. Не было у них вообще никаких документов. Они говорят. Скажут. Мало ли что говорят. Они их не показывали. А эти показали мне. А те не показывали в Олимпийском. Ну, а если такой вопрос, такой... Хорошо, а что вы здесь хотите тогда? Вот мы там, что хотим здесь? Может быть, нам захотеть фонтан? Нет. Почему фонтан? Пусть дом строит. Вот сейчас, видели, я сегодня проезжал на Маяковке, огромное здание. Но оно уже не нарушает облик Тверской. Хотя там много этажей. Проблема не в сколько этажей. А как? Это дура бетонное стекло. Все. Средники нет. Она же всего. Всего, смотрите, заканчивается 23-м домом. Средника-то короткая. С храма начинается, церковь заканчивается. И тут это дело не в доме. Значит, проблема у нас в том, что это... Размер. Этот дом хороший для Новой Москвы, может быть, еще где-то. Но не в центре Москвы. Вы правильно сказали. Мы с вами, чтобы начать, на самом скажем, что-то с нуля и обсуждать, надо в первую очередь остановить то, что происходит. А дальше, это следующий шаг. Это значит, движемся по седу, либо останавливаем, либо... Мы останавливаем вручную просто. Большие ордынки, там никакого... Нет, это мы не даем. Мы другому не мешаем. Мы идем уже в стандарь. Опыта там никакого нет, к сожалению. Не, обращение прокуратуры, является ли обращение прокуратуры... Значит, мы против размеры строения, да, и формы строения. Я вообще, как бы, не хочу, чтобы здесь ничего строили, но... Как нам быть? Значит, можно еще вопрос? Что делать, как быть? Я не случайно попросил Екатерину, чтобы сегодня собрались. Значит, чем больше народу собирается против проекта, тем больше шансов что-то остановить или изменить, как минимум. Вот, поводы... Приехали постараться собрать много людей, чтобы не давали строить. Вот сейчас... А как вы не дадите строить, если вы говорите сами, закон на основании? У них... А здесь документы застройщика. У всех законов. Я уже сказал, я направил обращение от отвечания. Да, а надо за что цепляться-то? Нет, чиновник выдал документы, что строить можно. Нет, только что кто-то предлагал что-то перекрывать. Ну, перекрывать точно не надо. Вот это точно не... А почему? А если уже ничего добиться? Я выходит. Если вас похватают товарищей, и все, и будете отдыхать. Ну и все, не вопрос. И все. Мы не первый раз хватали, и не первый раз. А за то, что... А вот поверьте опытом, за то, что мешаете строить, до этого никто никого не забирает никогда. Очень редко. Значит, что у нас первая просьба? А что тут грянцы есть? Пригласить застройщика, обсудить еще раз с людьми, что, чего и как, чтобы мы по списку... Давайте. Можно обратиться к застройщику. И туда подать документы, и к застройщику. Пригласить его на следующую встречу суда. И с ним встретиться. А он скажет, я не указал. Если заявление в суд принято, приостанавливается строительство. А суд, про что, о чем суд? Не, о законности выдачи разрешения. На застройку. А нарушение жителей, прав жителей Стретинки, как района. Я пока вижу, но это все слова общие. Коррупционная составляющая, это все общие слова. Суд это не будет рассматривать. Я сейчас вижу только один, пока, на данный момент, один повод для обращения в суд. Это неживание. Что оно проходило без публичных слушаний. Да. Что публичное слушание без оповещения. Да. Для этого надо специально сделать обращение. Значит, ну, я болванку сделаю для этого. Пришлю Екатерине. Под ним надо будет тоже подписаться. Что вас лишили права участвовать в публичных слушаниях по поводу неживания. И оттяпали у вас половину сквера. Таким образом, из территории общего пользования превратили в частную территорию. По какому праву? Когда здесь убирают наш жилищник, убирают. Выгребает, причесывает. Обратите внимание. С Реченком претерпела вот этот кусок. Нам очень повезло. Во-первых, общественное, благоустроительное, да, началось с того, что действительно, Катя сказала и правильно, привозили сами жители растительных, высаживали, привлекли внимание, попросили земли. Здесь, после того, как этот дом, дрибы, ягоды, погоревшие, размазали по всей этой площадке, сажать было действительно некуда. Там один, одна типичный, типичный бой, да? Землю завозили, управа, муниципалитет, шли навстречу, привозили. Проводили субботники. Прошли по программе миллион деревьев. 450 кустов спиреи, 40 кустов деревьев было вытяжено, 200 кустов дизельника, вот они все здесь в наличии. Пожалуйста, у собачьих площадок обсадите, да? Девочки пробили вот этот кусок благоустройства для выгула собак, да? Все это делаем. Стряжем. Обратите внимание. Здесь каждый кустик миллиметр к миллиметру. Спасибо жилищнику, спасибо неравнодушным жителям, которые приходят, да? Миллион деревьев приходили, включили. Здесь было действительно много народу. И мамы с детьми, и бабушки, и дедушки с сельями высаживали, выкапывали вот эти лунки. И люди здесь эти присутствуют, которые это все делали, да? Потом нам повезло в большей степени. Одна из московских улиц, Третьенка, главных улиц, вошла программа «Моя улица», которая уже закончилась, да? Но мы попали, и нам повезло. И мы действительно были довольны и рады тому, что она входила по программе, делалась не только одна улица, до первого жилого дома. Вот эти бордеры все проложены, плиточные тротуары положены. Посмотрите, у нас вот это покрытие зеленое красивое, это же делали по программе. И по какому праву, кто и когда передал благоустроенный зеленый участок земли под размещение бытовок? Скажите мне, пожалуйста, кто и когда оформил эту аренду или перемежевал? Это мы с вами еще будем, будем, будем. Это вообще новости выплывают. Дело в том, что его благоустраивали 5 лет уже передано. Вот в чем дело. Но они, об этом никто не знал. Нет, а смотрите, собачья площадка у нас уже давно. Мы выбивали ее лет 8 или 10 дней. Понимаете, у нас получается, когда мы... И у нас получилось так, что вот она собачья площадка на Красносельский район, и она вот здесь, до Воснецова. И, кстати, сейчас я скажу, кто считает, что все дисходы, все это бесполезно. Когда осенью приходил вот этот начальник стройки и показывал, как он будет огораживаться, он показывал большую территорию. Сейчас он отступил вот от собачьей площадки где-то по полтора метра. Так что по чуть-чуть, но положительная динамика есть. Чуть-чуть мы уже откусили. Не переходим ли мы все это хорожо и цветы, и площадка вот только на этот участок. Нет, там будет в Канале, это там тоже вопрос. Вот в прошлый раз мы встречались. Значит, размер строения, да, территория строения, этажность, убивание дорог, как это все? То есть то, что на Срединке будет коллапс, это точно. Я вот, у меня в Марино-Роще живет молодой человек, там закрыли просто в замкаце разворот под мостом. Вы даже не представляете, во что превратился район. Один маленький разворот под мостиком закрыли. Если здесь машина и стройка, это будет, ну пробка там, это будет серьезно все. А три этажа вниз, это приговор всему Срединскому холму. Да, согласна с вами. Ваши действия что, сейчас сочинить обращение к мэру? Нет, значит, я предлагаю, давайте еще раз. Значит, подписи все поставили, да, подпись? Подписи встали? Да мы вот рядом, детская площадка, параллель. Давайте, самое важное, можно одно слово? Самое важное объедините, запишитесь в ресурс, Вадим, чтобы вы все, кто здесь присутствовали, моментально получали всю информацию, это самое важное, потому что правильно сказали. Самое важное, когда кто-то приезжает, строители, кто-то еще оперативно реагирует. Когда они заходят, строители, поверьте, из нашего опыта, я из другого района, Замскворечья. Они заходят, все, если они оградились, это потом гораздо сложнее. Вы можете живой цепью выстроиться, встать, думать, все что угодно. Вот вас физически пока не перетащат, вот это вот только вот так могут сделать. Если вы набираете критическую массу людей, которые блокируют стройку, ну я сказал, ну человек, ну не меньше 20, наверное. Я, естественно, буду, я здесь рядом. Пожалуйста, все войдите в Сретенский холм. То это что означает? Вот это момент, когда уже приезжает начальство. А эти все единороссы. С ним уже можно какое-то тело. За это время другие потеки. Ты еще не успел. Вот так это всегда очень тяжело. Добавить. Когда мы устроили критическую массу, вот как у нас было было творить. Ну вот мы все крем-то подавляем, что они фильмы в дворе. Ну у нас там какая-то апатия, просто так говорят, что нет, а то мы говорили, вот так далее. И не давали этого делать. Мы победили. Поехали туда. Ну это было все. И только когда мы выходили, и стояли, и не давали ничего делать. Тогда нас услышали. Сначала приезжали письмонавты, пытались машины отодвигать, перетаскивать, незаконные вещи. А сколько вас было? Ну вначале было человек пять, потом больше. Ну газеты подключили и так далее. Ну то есть... Я сегодня писала в Москва 24. Я писала там в телеканал, и никакой реакции. Это бесполезные ресурсы, блогеры московские, пожалуйста, к ним. По поводу информационных возможностей, по максимуму, вот нашу сегодняшнюю встречу освещайте с фотографиями, что много народу. Везде, где можно, распочивайте, перепочивайте. Я сделаю пост тоже на моей странице Сергея Митрокин в фейсбуке. Перепочивайте. Это очень важно. Это резонанс общественный. Да. Вот. По поводу, вот товарищ рассказал про свой опыт. У меня очень большой опыт. Могу рассказать, как остановили на Кравченко 16, точную строчку. Это, к сожалению, в большом. Очень долгая, изговорительная, тяжелая борьба. Кто думает, что один раз прийти и все, ничего, это бесполезно. Совершенно верно. Параллельно идут бумаги, только параллельно. Вот я предлагаю... Физическое присутствие, параллельно бумаги. Только так работает. Я предлагаю... Слушайте, а вот вы как депутат Думы, вот скажите мне, пожалуйста, почему местные жители... Здесь 50 человек. Вот вы рассказываете всегда. Там жители борются, здесь жители борются, там на окраинах люди борются. А почему мы должны бороться за свое, как бы, пространство? Потому что я вам скажу, потому что нас с вами в Москву отдали... Вы знаете, такое было в русской правде... Понимаете, мы только и слышим, здесь там они борются, здесь борются. На поток разграбления отдали Москву. Вот, все. И вот мы должны... Ну уж квадратный метр в центре стоит миллион. Вот будете писать президенту, спросите его, Владимира Владимировича. Я не буду писать президенту. А зачем нас вот так вот? Вы чем вот перед... Понимаете, когда президент выступает и говорит, история, Великая Отечественная война, мы должны это все сохранить. Пушкарев 16... Когда он выступает, обязательно на следующий день что-нибудь носит, какую-нибудь историческую... Понимаете, Пушкарев 16, в дом попала бомба, прошла насквозь, не взорвалась, дом выстоял. А вот сейчас вот это будет, мы уже не выстояли. Да, это уже не выстояли. Понимаете, войну мы пережили, а стройку великую не пережили. Если вы будете так же выходить, вот так, и хотя бы вот таким же коллективом, когда будут приезжать застройщик и не давать... Сама свал будет ехать, встаньте впереди, мы не дадите. Никто вас физически не перетащат, поймите. Вот, встань, только это упорно надо делать, каждый раз. Вот, тогда вы приостромозите. У меня хаски и маламут, если я выйду с ними... Дальше что у них пойдет? У них все рассчитано, поймите, у них все рассчитано, спланировано, сметы, договора с подрядными организациями. Они начинают нести ущерб. Когда они теряют деньги, они становятся мягкие и начинают договариваться. Они уже давно не сошли. И тогда они идут на Копровис, только так. Потому что они должны были начать вот эту всю стройку до января. Поймите, что вы хотите по итогу. Вам надо понять, как жителям, что вы хотите по итогу. Консолидировано вместе. Чтобы вы не сделали небольшое строение. Значит, добивайтесь этого. Престановите это строение, чтобы потом обсуждать... Да, важно, что мы хотим, потому что Копровисы надо... Конечно, вы должны озвучить, что вы хотите. Пусть строят, но строят... Причем это не только вот вы здесь собрались. Вы должны обойти каждого жителя. Пускай дадут нам проект. Хотя бы один проект, два, три на выбор. Один вопрос. Значит, у вас есть муниципальный совет депутатов. Сейчас пришел председатель господин Закускин. Пришел? Пришел? У меня предложение к совету собраться. Принять обращение к мэру Москвы. Значит, по поводу этого безобразия всего. Это в вашей компетенции. Если ему план стройки не дают, о чем вы говорите? Вы не решаете вопрос об отмене стройки. Это не в вашей компетенции. Но в вашей компетенции обратиться к мэру Москвы по любому вопросу... От жителей Москвы. Которые волнуют жителей района. Вы готовы собраться на ближайшем заседании? Этот вопрос поставить. Мне очень приятно, что вы перекладываете свою работу. А поближе подойдите. Я не перекладываю. Я свою работу делаю. Я свое обращение сделаю. Запросы. Я вас прошу помочь. Я не перекладываю на вас свою работу. Я аналогичным образом обращение. Компетенции органов, органы все сделают. Вы сделали. Я говорю обращение от Совета. Смотрите, у меня Совет, он разносторонний. Поближе подойдите. Нет, подождите. В чем здесь разусловно? Вы председатель? Вы можете в повестку дня поставить вопрос о ситуации на... Товарищ Закускин, вы можете быть ближе к народу? Нет, ну смотрите, я всегда с народом... Ну сюда, поближе, вас не слышат. Вы можете подойти. Ах, вот как. Товарищ Закускин оказался непрост. Да. Я себя... Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдемте, я говорю, я не об вас отзываю. Не хотите сказать... А он единородный? Нормальный, я не знаю. Он очень нормальный человек. Нормальный. У меня конкретный вопрос. У него нормально отлучился. Нормальный человек. У нас уже обвиняет. У нас сейчас не смонавт, и нами займутся здесь. Услышьте ответ. Я задал вопрос, можно повторить? Сейчас подавили вопрос, ждите ответ. Вы на другой отвечайте. Вы не дождались ответа. Ну хорошо, давайте. Я задам, я терпеливо жду. Хорошо, давайте. В настоящий момент сделаны запросы. Компетентные органы после получения всей информации будет принято решение. Я думаю, в конце апреля, в начале мая они должны прийти. Конец апреля уже сейчас. Да. Мы ждем. Хорошо. Теперь мой вопрос. Два дняшка. Хорошо, когда к вам придут эти... Уже конец апреля, начало мая? Когда придут, мы будем смотреть... Вот сразу... У вас когда заседание ближайшее? У нас в конце мая. Хорошо, а вы можете внеочередное провести? Основно можем. Вот, тогда вопрос. Вот смотрите, вам после праздников уже точно придут ответы все. Вы можете, можете ли вы... После получения... Да, назначить заседание, на котором поставить... Ну я, дайте, задам вопрос. Но вы меня перебивали... Так вы меня сейчас... Вы меня не даете задать вопрос сейчас. Вопрос такой. Когда вам эти ответы, вы их получите? Вы можете собрать неочередное заседание по данному вопросу. Этого сквера и этого здания чудовищного, которое собираются поставить. Чтобы принять обращение к мэру Москвы с просьбой отменить проект. Можете... В каком виде проект? Можете... Ну, тут да или нет. Мне очень радостно, что вы все перекладываете... Да и не перекладываю я ничего. Я прошу помочь жителям Совет Депутатов. Ну так и... Будьте по конкретней, пусть вы энергичнее, поэффективнее, в конце концов. Вы хотите получить результат, я работаю ради результат, а не ради пиара, запроса. Здесь никто ради пиара не работает. Разобраться и все соблюсти, сделать в рамках закона. Правильно. В настоящий момент направлено более 10 от меня обращений в различные органы. От одного органа, скажу, от Москвы архитектуры. От меня пришла вот уже отписка. Я повторно направил запрос о том, что на мой запрос ответ не предоставлен, а информация не содержится запрашиваемая. Надо разобраться сначала, исходя из всех документов, каким образом все происходит. И после этого я всегда информирую жителей, и уже дальше принять консолидированное решение, куда мы будем приказываться. А они привозят уже эти документы? Нет, подождите. Принять голословное решение с точки зрения, вот привозят, если они... Надо разобраться, есть ли у них ордер ОАТИ. Есть ордер ОАТИ, я его видел своими глазами. Но тогда что? Они производят в рамках закона. Нет, подождите, подождите. Подождите, я вас не призываю послать... Я уже по поводу проверки на законы послал запросы, вы послали. Поэтому мы сейчас разбираем... Но я сейчас говорю не про... И после этого будет... Господин Закускин, подождите. Сначала надо разобраться. А о том, что соберитесь, что-то вынесите. Не что-то! Милашкин был здесь у запроса. Подождите, я предлагаю совету собраться Мещанского района. Вы 56-й закон... Может, теперь вы меня не перебиваете? Нет, вы собирайте... Я знаю все законы города Москвы. И где-то намочия по отмене стройки с этим депутатом. Не передергивайте, пожалуйста. Я сам сказал, что у вас таких полномочий нет по отмене стройки. Но вы можете направить мэру Москвы любое обращение, которое касается вопросов района. Это ваша компетенция. Я к этому вас и призываю. Собрать совет. Я-то призову, не бойтесь. Вас совет собрать. Позвать людей на него. И коллективно принять, единогласно, что весь народ Мещанского района вместе с депутатами просит мэра Москвы отменить этот проект. Неужели? Не, понятно. Нет, вы ответить можете? Вы можете? Я балаган не устраиваю. Вопрос. Я отвечу вам. Я не понял вашего ответа. Я ожидаю ответа. Хорошо, я вас просил, после того, как вы получите ответы. Когда я получу ответы, я буду совместным ответом через три часа разбирать эти ответы, и мы примем соответствующее решение. Да, то есть вы не хотите проводить собрание совета. Ну все, так и скажите. Так и скажите. Вот и все. Ну вот видите, вот с такими депутатами, разве мы сможем остановить? От вас, от вашей партии. Вопрос. В чем здесь партия? Я здесь даже и слово партии свое не назвал. Вы разбираетесь. Дайте даму задавку. Вы правильно сказали, что есть смысл разобраться. Но дело в том, что судя по тому, как вам уже ответили смогу архитектуры, это может бесконечно продолжаться. То есть вы делаете запрос, нам приходит что-то непонятное, мы опять делаем запрос. Опять что-то непонятно. Описка называется непонятно. Здесь продолжается процесс. Понимаете? Это так обычно и бывает. На даче по факту все. Блоки уже провезли. Если есть, смотрите, у нас, я уже по ситуации, связанной с этим, участвовал аппендиксом в той дальнейшей его судьбе, и чтобы его не огораживать, в том числе обратился к Николаю Николаевичу Гончарову, чтобы он со своей позиции со стороны депутата Государственной Думы обратился по вот этому факту. Безусловно, там есть органы, которые не реагируют на обращение муниципальных депутатов и Совета депутатов. Но на обращение депутатов Госдумы они не смогут, не отреагируют. Поэтому есть задача отстоять интересы жителей. Но у него месяц на ответ. Они вот будут месяц... Не будут они, вы видите, пока не занимаются. Вот Рашкин ждет, уже месяц почти проходит. И те другие будут посылать еще месяц. Вы услышите... Как не занимаются? Уже сгрузили блоки. Уже забор там ставят. Там уже сейчас забор. Вот здесь кто-то занимается, что-то? Нам сказали, я приезжал сюда, когда они приходили. Вот они пометили кружки. Они сказали, что сейчас будем в траве ставить. Я четыре дня назад был тут с жителями общался. Вы если считаете, что я тут не появляюсь или что-то не знаю. Нет, мы никто не говорили. Я здесь был позавчера. Они приезжали сюда. Там забор уже. А я был в понедельник. Там уже забор. Вот я был в понедельник. Они приезжали. Вот наши кружки. Вот это мы все огородим. Мы сейчас занимаемся этим вопросом, связанным с тем, что мы не против строительства. Но это должно быть какой-то такой формы, подчеркивающей... Нет, сначала обсуждение с жителями. Мы расскажем на обсуждении, какой формы вы даете, если они сами не знают. Сами, ни шей же этажей. И бассейн. У меня высшее юридическое образование. Когда жители ко мне приходят, говорят, давайте сделаем так. Я говорю, давайте откроем закон. Вот что предусматривает закон. И я всегда говорю о том, что закон превыше всего. Если законы предусмотрены, значит нам надо руководствоваться законом. Писать лозунги, требовать то, что у них предусмотрены законы, я не буду. Я юридист, у меня высшее юридическое образование, кандидат наук. Поэтому если вы... А почему вы не можете к мэру Москвы обратиться? Вы можете... Осмените проект. Это незаконно? Это незаконно? Этот вопрос надо адресовывать. Советы всему депутату. У меня он разноплавный. С сожалению, у меня в Совете депутатов присутствуют представители вашей партии. Они поддержат. Они? Поддержат. Они появляются на Совете депутатов. Я их пригоню, за шкирку притащил. Вы их заставьте на капремонт. Я их заставлю. Скажите, пожалуйста. Можем вопрос. Вопрос они придут. Можем вопрос. И на остальные придут. Можем, давайте. Кстати, они такие вредные. Нет, я сейчас ставлю вопрос, что Совет депутатов имеет абсолютно законное право обратиться к мэру Москвы с просьбой. Сергей Семенович, отмените этот чудовищный, уродливый проект. Ничего незаконного здесь абсолютно нет. Это законно. Это создаст дополнительный мощный импульс для борьбы с проектом. Если помимо моих усилий, гончара, кого-то там еще, если Совет консолидированно выскажется своим решением, не запросом там отдельным, даже председателем, а своим консолидированным решением потребует отменить проект или изменить там его. Вот что я... Ничего нет незаконного. А мне говорят, я в суд действую по закону. А что я незаконного предлагаю? Скажите, пожалуйста, я хочу вам... Вы сказали, что вот вы на стороне только закон, первоначивый, и все. Давайте... Так, не криво же, я отвечу по этому поводу. Я же предложил что-то незаконное. Жители не перебивайте. Погодите, дайте перебивайте. Ну вот, мы понимаем, мы готовы все... Но посмотрите на Москву. Ведь все их дома, вот на Трубной, то, что в этом чудовище стоит. Вот я хорошо об этом поделюсь. Это же тоже люди ждали, когда по закону. Мы видим, что закон не фурычит. И крючкотворы пишут свои законы. Так, как им удобно делают. Значит, если мы будем ожидать, когда будет по закону, через год нас всех не будет. Как вас зовут? Юрий Васильевич. Юрий Васильевич, вот присутствует законодатель, который пишет законы. Но пока мы будем их писать и переписывать, тут будет все этажный монстр с тремя этажами. Значит, пока законов таких нет, значит, должны выходить пенсионеры, люди и классы под эти бульдожеры. Вот надо руководство на следующем законе. Я вам говорю, смотрите, Москву убивают. Где ваши законы? Почему они до сих пор не сработают? Поэтому ходите на выборы. У меня присутствуют депутаты, коллеги по партии. Вот они на капремонт не ходят. В благоустройство специально саботируют. На этот вопрос они придут. Поставьте вопрос на совет. Все люди, которые... Вот когда законодатель, который сзади вас присутствует, будет принимать те законы? Нет, глубоко. Я вам говорю, я звоню одному депутату. По поводу ходите на выборы и все. Я звоню одному депутату. Там вот другой партии диктуют заход. Смотрите, что происходит с людьми, которых выбирают? Я звоню одному депутату. Я говорю, вот, он говорит, да, я приду, соберу, все. Я звоню другому. Он говорит, стой, потому что я понимаю, что он может придет, сказал, не придет. Значит, звоню другому. Он говорит, а там уже этот депутат, поэтому... Нет, я бы пришел, но раз там тот, я не приду. Это на чего дело? Я говорю, при чем тут дело? Это же вы за Москву болеете или нет? А называется у них Комитет спасения Москвы. Юрий Васильевич, вы какой адрес, какой вы живете? Колокольников 19. Вот, то есть ближе некуда, да? Значит, поэтому те, кого мы выбираем, к сожалению, они забывают, почему их выбирали. И у них только, если он там пропиарится на этом, значит, он да. А если там уже другой пиарится, он туда не придет. Ну тут мы не за депутатов, а за Сретенку. Вот, поэтому им до Сретенки до Москвы дело нет. Им только за свое место. Вот тех, кого мы выбираем, за кого голосуем. Меня жители сюда позвали, и я пришел. Да, спасибо вам. Чем можем помочь? Спасибо, что откликнулись. Поэтому получим, я готов со всеми собраться, все рассказать. Я все публикую. Давайте, давайте. Совет, вопрос можете внести? Я опять на москву. Вы слышите, у меня присутствует на совете. Некоторые коллеги из вашей партии, которые саботируют, они придут работу. Я их застравлю. Так, так, ну, не будем выносить ссор из избы. Давайте оставим на следующий вопрос. Обращение к мэру Москвы. Отмените проект. Я их доставлю, за шкирку проведу. Нет, вы ставите вопрос. Я не пойду, я не пойду. Вы можете внести проект. Вы прощите меня. Обращение, соберите. Мы примем решение. У нас время до сих пор. А что вам дадут эти ответы? А что, вы не знаете, что здесь собираются строя? Я, я вот уже не знаю. Вот все жители уже знают, что здесь собираются. Для чего вот этот так пендикс? Для чего? Да ничего. Я вам, кстати, сказать. Для чего он нужен? Для чего им нужен? Да. Вот я пытаюсь, что я почувствую. Они его оградить собираются. Для чего можно сказать? Это большая разница. Нет, мы в тонкости уже. А когда огородят, мы уже не увидим футболит. Вы считаете, что есть уважительная причина, по которой он может быть отгорожен? Нам ее сообщат? Нет, смотрите. Надо разобраться в этой причине. Наша задача, которая первая черпную везет, разобраться с этим апельсом. Дальше начать со стройки. Понимаете, они выбрали суды. Стройка тут должна быть еще была в 90-х годах. Вы же тут появились первый раз. Я появился, когда меня позвали. А я в этой ситуации, если вы знаете, вот стройка, тут была и в 90-шу проблема. И вы не помните, какой тут был магазин. Хорошо, вы уходите от вопроса. Помните? А я-то занимаюсь проблематикой. Я здесь родился вообще. Я в Большом Сухаре. Я в первые годы жил. Родился я в Рудове. Я предлагаю не ссориться вокруг жилки. Родился, ну, кто-то не родился, но мы, может, переживать не имеемся. Я занимаюсь битвями проблематикой. Вроде бы все проголодался. Ну, я ничего не помню, Саня. Вон, Светославка тут снимает. Хорошо, ну и что? Светославка. Вы можете, Сергей Сенович? Светославка. Вы отвлекаете сейчас этот вопрос. Я не отвлекаю. Я разбираюсь в вопросе. Уважаемые граждане, я вам предлагаю всем обратиться к господину Закускину с требованием собрать совет депутатов Мещанского района, трех депутатов от Яблока. Я притащу на него и поставлю, и внести, заставлю, и внести вопрос, значит, об обращении к мэру Москвы с предложением, требованием, как хотите, можете с предложением, отменить данный проект. Потому что это сыграет очень большую роль в нашей общей борьбе против этого. Возможно, он его не смеет, полностью не отменит, да. Но, по крайней мере, будет сделан шаг, чтобы внести какие-то изменения в проект. Вы кто по образованию? Это мне интересно просто. Кто по образованию? Я по образованию. Вот в этом и проблема. Ну и что? А что я не законно говорю? Нет. А что? Потому что я руководитель не... Нет. А почему здесь вы руководствует? Я говорю о том, что надо руководствовать нормы закона. Норма закона это не противоречит. Каким образом вот это пенька? Ну и что? Закон для людей бывает. Мэр Москвы обладает властью для того, чтобы отменить любой проект. Это происходило не раз. Может, я короткое замечание? Почему господин Закоскин не хочет этого делать, мне непонятно. Почему вы можете, я короткое замечание сделаю? Да. Кстати, вот Юрий Васильевич поддерживает. Дело в том, что сколько лет назад, я не помню сколько, десяток лет назад, наверное, в конце, между Цветлым бульваром и Робной улицей был построен вот этот монстр. Он построен. Он лишил зрения. Подождите. Здесь все застроено. Он лишил Светинку, Светинку, Света, воздуха. И вообще из Уродового района специально. Вот этот спуск не застраивался, застраивался пару сотен лет, наверное. Там стояло небольшое здание, по-моему, называлось Парламентский центр, что ли. Но оно было в три раза ниже. И оно давало свет району и воздуху. Сейчас же... Так вы хотите довести до чего, получается? Вы хотите, чтобы мы поставили вопрос? В этаже вот этого здания, а в демонтаже того здания. Давно пора вставить вопрос. Нет, нет. Мы глубоко копаем. Как и глубоко. Подождите, дайте я скажу. Нельзя так не копать глубоко, потому что это приводит именно к таким эксцессам. Построено нечто, даже о эстетике мы не говорим. А просто чисто экологическую обстановку. И эстетику тоже можно упомянуть. Он лишает жителей, просто самого дорогого, света, воздуха. Он вообще уничтожил район. Вот. Вы хотите, чтобы дошли до этого и ставили вопрос уже о демонтаже. Хотя о том уже надо поставить вопрос о демонтаже. Да вы хотите именно этого. Нет, мы не хотим этого. Вы не хотите, но вы ничего не делаете для того, чтобы это не было. Вот чем дело-то. Вот вы никому обращаетесь. Я то здание не хочу сносить. Я то здание не хочу сносить, честно говоря. Вы не слышали, что я сказал. Я то здание не хочу сносить. Там люди уже построились. Там сейчас. Трудоустроились, но не бросаем точно. И до этого там здание прибывающей было еще более много. Вы можете довести своим бездействием. Вы недостаточно убедились до того, что, во-первых, появится еще один монстр, который там. И, во-вторых, поставить о том, что нет ответственности на строительство, а демонтаже структуру. Субтитры создавал DimaTorzok Писать, писать, писать.